всем привет сегодня буду готовить очень вкусные бутерброды бутерброды студенческие студенческие для меня они потому что мы их готовили на празднике когда я была студенткой бутерброды очень вкусно получаются очень просто готовятся и очень быстро съедаются и так что нам понадобится соответственно батон есть у вас имеется тостер то тостер можно если нет у студентов не всегда есть такая вещь то можно просто обычную сковородку и растительное масло то есть слегка поджаривать на растительном масле ну у меня есть тостер я буду делать на тостере но мне так больше нравится потому что все таки на растительном масле на если жарить на сковородке они немножко более жирненькие получаются поэтому мне больше нравится такой вариант но все равно те получаются тоже очень вкусные я буду делать и так и так покажу и так сейчас я вот загрузила включила тостер вот они пускай под подрумянится корочка возьмется дальше на бутерброды можно класть все что угодно мне нравится вариант который мы всегда использовали в первую очередь мы натираем батон после того как поджарили чесноком вот я взяла вот несколько зубочков чеснока затем промазываем майонезом и вверху укладываем то что вы хотите вот мы всегда делали брали одну шпротину кусочек яйца разрезали на кружочки кусочек огурчика огурцы неважно какие вкусно как солеными ну то есть консервированными огурцами также вкусно и со свежим огурцом если это лето ну то есть когда подешевле соответственно огурцы помидоры можно брать и кусочек огурчика и кусочек помидорчиком вот если это вот как сейчас зима то соответствие я в таких случаях беру так у меня уже вот приготовилась она выпрыгнул ну вот такая корочка вот берется они я не сильно зажариваю можно выставить больше немножко температуру ног лишь бы корочка была чтобы можно было намазывать чеснок так вот и вывод следующие поджарим температуру можно прибавить и сделать корочку немножко больше больше поджаристую но это уже по желанию так и если это зима как я уже сказала то я беру консервированные огурцы можно брать маринованные грибочки то есть тоже их можно резать и укладывать на бутерброды вот можно брать совершенно другую можно сделать как бы на маску такую как бы с тот же плавленый сырок к примеру яйцо можно туда добавить немножко майонеза чеснока и этим вот потом поджаренные вот эти вот бутербродики можно намазать тоже очень вкусно то есть тут уже как вам понравится больше ну а принцип вот поджаренный батон натираем чесноком майонезом и сверху укладываем что то что хотим я покажу как я это делаю такие как я всегда делаю и так сейчас мы жарим батон сейчас должно выпрыгнуть так вот есть вот я добавила немножко видите можно делать корочку немножко больше то есть добавлять но это уже кому как нравится так и давайте посмотрим вариант если вдруг нету вот тостера мы живем к примеру в общежитии и нету тогда мы берем просто обычную сковородку и жарим эти бутерброды на сковородке вот ставим сковородку на огонь добавляем немного растительного масла так нагреваем так вот нагрелась или нет можно вот отщепнуть кусочек вот прогрелась видно хорошо кусочек батона и теперь вот укладываем батон и поджариваем с двух сторон до румяной корочки вот так примерно мы поджариваем вот каждую сторону вот обе стороны до такого вот золотистого состояния и так после того как мы поджарили выбранным для вас способом гренки такие вот эти у меня вот на тостере а эти вот немножко вот жирнее не эти на сковородке ожариваем ну и те и другие берем зубочек чеснока и вот так вот натираем чесночку натираем с одной стороны с той стороны на которую мы будем выкладывать начинку вот на терни на терли вернее и складываем на тарелочку вот этой стороной вверх чтобы потом не перепутать и так вот натираем все греночки все гренки натерли чесночком и теперь на каждую выдавливаем майонез немного вот так наносим майонез и размазываем его так ложечкой сильно толстый слой майонеза не надо не тут совсем мало добавлены эту вот так примерно и так вот все бутерброды обмазываем майонезом после того когда мы все гренки намазали майонезом на каждую греночку выкладываем по шпротинке ну если очень очень вам экономно нужно то можно если шпроты вот ну вот к примеру вот это вот такая крупненькая очень то можно как бы вдоль делить пополам шпроты иногда мы так и делали но сейчас мы себе можем позволить положить по целой шпротинки сейчас покажу как ну если нужно сэкономить всякое бывает вот так вот ножом аккуратненько вот вот и вот получается как бы две половиночки шпрот выкладывать можно бутерброды дальше на каждую на каждый бутерброд вернее кладем по кусочку яйца яйца режу кружочками стараюсь чтобы попалась желточками вот так вот сразу отрезала кусочек и выкладываю на бутербродик снова но чтобы желток не рассыпался придерживаю вот отрезала и сразу как бы на 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 же отправляю на бутерброд так ну и так вот делаем на все бутерброды вот так вот выкладываем вот так вот и теперь добавим огурчик огурцы я вот у меня небольшие они поэтому вот тоненькими такими вот кусочками отрезаем огурчик кладем на свободное место вот так ну если хотите иногда мы так тоже баловались можно вот огурчик когда разрезаете но отрезаете кружочек или вот у меня такой вот овал получается затем делаете на надрез не вот так вот разворачиваете вот так можно вот так выкладывать как бы более красиво то есть тут уже ваша фантазия возможно вы чего-нибудь интересненькое знаете как украсить ну вот можно вот таким вот образом хотя кушать честно скажу вот удобно когда они просто вот без всяких выкрутасов так так еще вот здесь и вот здесь кусочек вот так вот если есть зелень украшаем еще зеленью укроп укроп петрушка в данный момент у меня нету поэтому я готовлю для себя просто сейчас покушать вот поэтому зелень не покупала можно украсить будет очень красиво но бутерброды вот попробуйте они очень вкусные быстро готовятся в принципе для гостей вот улетают на ура то есть всем нравятся и как хорошая закуска тоже подойдут надеюсь что вам понравилось мое видео пишите ваши комментарии пишите ваши советы буду очень рада всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой видео канал ставим лайки пока пока